Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков провел встречи с жителями области. Вопросы задавали и школьники, и ветераны. Это традиционный диалог. Подобное общение – часть так называемой региональной недели парламентария. Все подробности далее. Сколько вы зарабатываете, где начинали карьеру и что сделать, чтобы стать парламентарием? Такие вопросы задавали старшеклассники 49-й Архангельской школы, депутату Государственной Думы Дмитрию Юркову. Народный избранник проводит такие встречи в рамках региональной недели партии «Единая Россия». Оживленный диалог продолжался 45 минут. В финале школьники отметили – общение прошло не зря. К нам первый раз приходил депутат Государственной Думы. Я первый раз узнала вообще структуру Государственной Думы изнутри. Мы узнали несколько новых вещей. Но в принципе я сдаю общество знания, и многое мне уже было известно. Дмитрий Юрков рассказал ребятам о работе депутатов в Государственной Думе. Как разрабатываются законы, редактируются госпрограммы, утверждаются национальные проекты и какие средства на них выделяются, в том числе и для Архангельской области. Молодежь у нас очень сильно политизирована на сегодняшний день. Поэтому наша задача – рассказывать как можно более объективно, как можно более достоверно, по-настоящему, что такое работа депутата Государственной Думы, и как вообще строится работа всей государственной власти. А вот на встрече с Советом ветеранов Маймаксы вопросы к депутату Госдумы уже совсем другие. Проблемы с начислением ветеранских выплат – странная разница в счетах за коммунальные услуги. Одна из самых проблемных тем – от ветеранов учителей. В Архангельской школе номер 68 с недавних пор не хватает места. Учиться детям приходится в три смены. Теперь нам привозят детей с 13-го, 14-го лесозаводов, с 1-го по 11-й класс. Поэтому начальник классов вместо 6-ти стало 12. Не хватает площади. Даже библиотеку у нас переделали на класс. Во всех проблемах и вопросах Дмитрий Юрков пообещал разобраться. Тем более, что многие из них будут решены за счет реализации в регионе национальных проектов в соответствии с майским указом президента.